Это представитель Китая. Я просто отвлеклась на результаты их короткой программы. После короткой программы они имеют, да, 57,16. Подкрутка в три оборота. Очень высокая. Отличительная черта китайской школы. Теперь уже мы можем говорить о том, что у нас существует. Шаскат. Тройной тулуп, двойной тулуп. Ну, вот о чем говорим, да, то, что китайцы, выходя на лед, они, в общем, поддерживают ту марку, вернее, стараются поддерживать ту марку, которая принадлежит, как правило, лицу китайского фигурного катания, спортивных пар. То есть четкие такие прыжки, четкие элементы. Здесь они вместо тройного сальхова сделали двойной. Я думаю, что в данном случае просто исполнение тройного у них недостаточно стабильное. Не стали рисковать. Стали рисковать, совершенно верно. КОНЕЦ КОНЕЦ Готовится к выбросу. Здесь было касание руку, нет? Выброс тройного сальхов, я думаю, да, касание было. Но судьи как будто даже не заметили этого. Может быть, они решили, что так нужно для образа, для программы. И даже подняли оценки. Еще один выброс. Все, это уже идет во второй половине программы. А как мы знаем, в парном катании коэффициент 1.1 присуждается не только для прыжковых элементов, но и для выбросов, для подкруток, для поддержек. Оригинальная позиция. Не самый привычный хват. О, как! Да, вот так вот можно. Это уже оригинальный ход. Молодцы. Чувствуется, с творчеством подходят программам. Хорошие тренеры. Поддержка четвертой группы. И финальная часть. Молодцы. Молодцы. Китай, собственно говоря, это родные для данного этапа спортсмены. И они в числе тех, кто, собственно, представляет эту страну. Здесь же еще две пары китайские мы увидим. Но, по крайней мере, эта пара подтвердила тот класс, наверное, на который способны китайское парное катание. Пусть это пока не так идеально, как они могут, но мне кажется, у них все впереди. Ксюшин, Хунбуджао тоже начинали свои прокаты. Не были они идеальными. Не с лучших результатов. Конечно. Сейчас мы посмотрим повторы элементов этой программы. И увидим как раз-таки там, где была замена, да, с тройного сальфа, с двойной сальфа. Вот он, кстати. Вы говорите на китайском? Да, как ничего делать. Улыбаются. Молодцы, здорово. Так и надо. Так и надо. Такие проезды. Вот, наконец-таки начались уже более ясные фрагменты программы. Немножко отстал партнер на отрыве, на первом прыжке, но в конце концов все скомпенсировалось, и второй был просто здорово выполнен. Настолько синхронно и параллельно, остается только позавидовать. Вот здесь все-таки было касание, а суди поставили плюс. А суди этого не заметили. Вот так вот. Чудеса случаются. Китайская земля для китайских спортсменов. Везет тому, кто везет, да. Сейчас мы получим, мне кажется, большой будет у них солидный отрыв от предыдущих трех пар. Да, никакой грязи не было. Может быть, жабры, что мы не увидели тройного Сальхова третьим элементом. Он был выполнен только в два оборота. Но, тем не менее, это не мешало им совсем там мизерные сотые. Да, 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 конечно. По вращениям немножко растеряли. 115, прошу прощения, 19 сотых и 172,35 общий результат их обоих прокатов. Соответственно, они пока выходят на промежуточное первое место. Ну и сейчас будет разминка уже следующей группы, где четыре спортивные пары. И каждая, наверное, заслуживает особого интереса, потому что здесь две китайские пары. Что касается американской пары...